Ребята, и снова всем привет! В этом видео мы хотели бы вам показать, как приготовить сардельки в микроволновке фирмы Samsung. Кладем сардельки в тарелку. Теперь в нескольких местах проткнем сардельку ножом, для того, чтобы ее не раздуло, чтобы она не лопнула в микроволновке и не забрызгала внутреннюю ее часть. Открываем микроволновку и устанавливаем тарелку вовнутрь. Закрываем. Выставляем время на 3 минуты. Вот у нас есть кнопочка старт, вот такая. И вот здесь выставляем время. И через 3 минуты сардельки будут готовы. Итак, ребята, 3, 2, 1, 0. Все, сардельки готовы. Нажимаем кнопочку стоп, открываем микроволновку. Вот, собственно, вот так вот они получились. Всегда по-разному получаются. Иногда получается красиво, иногда получается чуть-чуть некрасиво. Но все равно это уже съедобный продукт. Можете доставать и кушать. А на этом все, ребят. Надеюсь, все понятно, доступно объяснили. Напишите в свой комментарий, как вы разогреваете сардельки и сосиски в микроволновке. Возможно, у вас какой-то другой способ. И, если что, мы запишем видео по вашей рекомендации. А на этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока. Ребят, ну, в любом случае, пока сардельки разогреваются, будут какие-то звуки исходить. Да, она может где-то лопнуть в другом месте, но не без этого. На то она и микроволновка. Вот. Поэтому, ребят, у нас есть по этому поводу видеоролик. Вот здесь сейчас появится рекомендация, как мы отмываем микроволновку. Вы слышите? Если бы дырок не было, ну, если бы не проткнули бы, ребят, то по-любому бы лопнуло бы и забрызгало бы. Вот так вот они разогреваются. Осталось почти минутка, чуть больше минутки. Вот. Поэтому посмотрите обязательно видео, как ухаживать за микроволновкой. Ничего сложного, в принципе, нет. Но единственное, что мы это делаем при помощи химии. Так как мы уже пробовали средства и уксус, и лимонная кислота, это всё только для свежих. Для свежих-свежих-свежих прям пятен можно. Даже можно просто влажной салфеткой её тереть. Вот. Если пятна, конечно, у вас давно уже, да. Вот этой микроволновке уже 8 лет. Наверное. Около 8 лет. Вот. Она раньше находилась у бабушки. Бабушка туда дальше не могла подлазить, чтобы нормально её отмыть. Поэтому вот в прошлом видео мы показывали, как мы боролись со старым жиром. Вот. Так, ребят, осталось всего лишь 15 секунд. Сейчас будем пробовать сардельки. Ребят, ну, кушать сардельки мы будем в быстром варианте. То есть, нашли сало. Даже точнее, не нашли у нас оно и было. Ребят, у нас есть видео, как мы это сало, значит, солили в бутылях. Сейчас появится тут рекомендашка, если не забуду вставить. Вот. Сейчас пожарим яйца. То есть, нашли в холодильнике яйца, да. И думаем, с чем бы есть сардельки. Макароны не хочется варить. Это самый быстрый вариант. Мы только что пришли с улицы. Ля, двойной желток. Ребят, заметили? Так зачем тогда по три жарить? А тут один желток. Заметили? Представляете, в одном яйце два желтка. Вот два, вот два. И в одном один. То есть, сейчас будет яичница, состоящая из пяти, из пяти желтков, из пяти яиц, так скажем, но только из трех яиц. Вот. А там, ну, самое было? А ну-ка, давай посмотрим. А у меня тоже самое, ребята. Видите, два желтка, два желтка и один желток. А как ты так обгадала? По пять. Так, ребят. Кстати, давай покажем сало. Мне же надо сейчас что-то рассказать людям. Можешь достать бутылёк сала? Я сейчас расскажу людям про сало. Просто показать, прорекламировать. Так, ребята. Вот она ещё у нас есть мультиварка, есть рецепты по мультиварке. А вот, ребята, сало. Вот оно, сало. Как его закрывать, посмотрите. В конце видео я вставлю тоже рекомендацию. Обязательно посмотрите. Вот такая вот красота. Вот. Правда, желательно яйца жарить с обычным салом, которое не солёное. Но у нас выхода другого нет. Мы с солёным жарим, просто яйца не солим. Да, получается немного невкусно. Но ничего страшного. Вообще, самый шик – это жарить яйца, либо картошку не с солёным салом. Почему? Потому что сало уже так посолено, потом получается просто перебор по соли. На вкусный цвет товарища нет, но сойдёт. Сейчас мы позавтракаем по-быстрому, потому что уже кушать хочется. Значит, ребята, солили сало с чесночком, с приправами. Вот. Обычным способом. Ничего сложного нет. Солится, правда, не быстро. Она солится в течение трёх суток. Вот. Но зато получается очень вкусно. Люди по-разному солят. Есть в пакетах, как-то засаливает сало за полчаса, не знаю, за час. В общем, какие-то быстрые посолы. Но мы быстрые посолы не доверяем им. Почему? Потому что это всё-таки мясо, ребята. Мясо должно просолиться, мясо должно храниться потом, да, если у вас большое количество сала. А если какие-то быстрые посолы применяют, где гарантия того, что всё получится. Но, во всяком случае, не буду наперёд забегать. Мы ещё так не пробовали. Возможно, в будущем мы и так и посолим, проверим этот метод, этот способ. Ну, а сейчас, сейчас дожариваем яйца, да. Сардельки, кстати, ребят, ещё находятся в микроволновке. Доставай их. Доставай их. Вот, закрываем. Так, давай, проходи. Закрываем микроволновку. Вот. Закрываем микроволновку. И сейчас по одной сардельке затопчем. Так, что вам ещё рассказать? Ребята, чтобы подписаны на канал, да, мы уже недавно купили квартиру. Кстати, у нас третий канал есть, о чём мы рассказываем. Где мы там ремонт делаем. И сегодня, ребята, мы собрали уже люстру. Будем монтаж видео делать. И сюда на кухню прицепим. Временный вариант. То есть, люстра новая. Но потолок не новый. Но сейчас нам нужно прицепить. Для чего? Для того, чтобы нормально было освещение для записи видеороликов. Так как у нас сейчас вот такое освещение. Видите, лампа першпандерина. Вот тут освещение и всё. Поэтому сегодня нужно по центру прицепить, чтобы освещение было равномерно по всей кухне. Для того, чтобы вы не портили себе глаза аварийного просмотра наших видосов. Всё. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, не занудили. У нас три канала, ещё раз повторюсь. Первый канал компьютерный. По компьютерной и телефонной тематике. Если что-то происходит с вашим компьютером, ноутбуком, телефоном, смартфоном, планшетом. Не знаете, как прошить. Не знаете, где найти прошивку. Компьютер как-то стал медленно работать, тормозить. Ноутбук перегревается. Выскакивают какие-то рекламные сообщения или, допустим, какой-то вирус вы поймали. Не знаете, что с этим делать. Обязательно лично мне пишите в комментариях под видеороликом. Так и пишите прямо в ютубе. Наберите обзорочка ТВ. Выпадет наших три канала. Один кулинарный, второй компьютерный, третий по-домашнему. Задавайте свои вопросы, ребята. Я всегда вам помогу. На канале уже больше 32 тысяч подписчиков на первом. Поэтому люди со мной общаются, дружат. Мы с подписчиками всегда решаем общие проблемы. Поэтому пишем, ребята. Не теряемся. Подписываемся. Подписываемся на этот канал. Научитесь готовить и подписывайтесь на компьютерный канал. Научитесь ремонтировать свою технику удаленно. Не оплачивая услуги мастерам. Все. Всем спасибо. Всем пока.